Добрый вечер, в эфире новости в студии Ализаца Киева. Интерфак сообщает, суд выдал санкцию на арест бывшего Акима от Раутской области Бергея Рыскалиева. Он обвиняется в хищении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями и объявлен в розыск. Таким образом, на сегодняшний день расследуются 42 уголовных дела по фактам коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами Акимата от Раутской области с причинением ущерба государству на 42 миллиарда тенге. Арестованы 9 человек, 6 находятся под домашним арестом, 12 объявлены в розыск, проведено 50 обысков, изъято более 19 тысяч документов, возвращены государству незаконно приватизированные 17 объектов. Костак сообщает, новый состав присяжных заседателей будет определен для рассмотрения дела бывшего председателя агентства по управлению земельными ресурсами Умарзака Узбекова и двух его заместителей. Дата нового судебного разбирательства пока не назначена. Результаты предыдущего были признаны недействительными, поскольку 6 декабря на заседании отсутствовали семеро присяжных из 12. На следующий день заседания проигнорировали пятеро присяжных. Экс-руководство АУЗ-Р обвиняют в хищении 906 миллионов тенге, выделенных на создание морской карты казахстанского сектора Каспийского моря. Астраханские пограничники выявили перевозку 27 килограммов героина. В поезде, следующем по маршруту Душамбе-Москва, тайник помогла обнаружить служебная собака. 17 полуторалитровых и 1-литровые бутылки были спрятаны в отверстии под полом вагона. Задержан подозреваемый, возбуждено уголовное дело. В 2012 году астраханскими пограничниками было изъято свыше 10 килограммов героина. И далее к местным новостям. 88-летний актюбинец насмерть забил свою престарелую супругу молотком, а в одном из садоводческих кооперативов 35-летняя сторожиха в пьяном угаре зарезала своего сожителя. О криминальных происшествиях минувшей недели сегодня рассказали на брифинге в ДВД. Как рассказал сам подозреваемый пенсионер, ему приснился страшный сон, будто его кто-то душит. Вскочив с постели, он молотком принялся избивать спящую рядом жену. Большинство ударов пришлись по голове. От полученных травм старушка скончалась в больнице. Сам виновник происшествия доставлен в психиатрическую клинику. Накануне еще одно подобное преступление было совершено в одном из садоводческих кооперативов. В отношении 35-летней сторожихи возбуждено уголовное дело. По статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». В пьяном угаре женщина ударила ножом своего сожителя. После совместного распития спиртных напитков сожительница нанесла ножевое ранение сожителю в область гуманой клетки, после чего выгнала его из дома. Он смог дойти до соседнего домика, принадлежащего 32-летнему активницу, где через сутки от полученных ножевых ранений скончался. Как сообщили в пресс-службе ДВД, за минувшие выходные в области произошло 98 преступлений. 50 из них раскрыты по горячим следам. Больше всего – краж, хулиганство и фактов мошенничества. Среди особо тяжких в оперативной сфотке отмечены 4 грабежа. Лейла Дельшинова, Алексей Уразов, программа «Факт». Тем временем борьба с домашним насилием в актюбинских семьях продолжается. Как сообщили в Департаменте внутренних дел, на днях завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», в ходе которого инспекторы поставили на учет 40 неблагополучных семей и встретились с так называемыми трудными подростками. Так, за указанный период участковыми инспекторами полиции области за совершение различных правонарушений к административной ответственности привлечено более 400 лиц, в том числе за совершение в сфере семейно-бытовых отношений свыше 70 нарушителей, за появление в общественном месте состояния алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в общественных местах к административной ответственности привлечено 200 человек. За уклонение от воспитания и обучения несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечены 6 родителей. Кроме того, в период проведения данного мероприятия участковыми инспекторами полиции выявлено и поставлено на учеты УВД более 200 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. И сегодня уже полицейские подвели итоги акции «Дорога без ДТП», которая проходила на территории области с 23 по 25 января. За два дня выявлено 931 нарушение. 23 водителя сели за руль в нетрезвом виде, 31 выехал на полосу встречного движения, но 106 человек оштрафованы за превышение скоростного режима. За неделю в области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, где один человек погиб и 6 получили ранения различной степени. Среди всех ДТП 4 факта наезда на пешеходов, где один пешеход погиб и трое получили различные ранения. В ходе акции 73 водителя были привлечены к административной ответственности за разговоры по мобильнику во время езды. В 151 находился за рулем с непристегнутым ремнем безопасности. Еще 10 водителей нагазали за тонировку стекол. Кроме того, 67 пешеходов были оштрафованы за то, что перебегали дорогу в неустановленном месте. В целях профилактики детского травматизма в городских школах проведены беседы с учениками младших классов. На улицах инспекторы раздавали буклеты и даже загадывали участникам дорожного движения загадки. К другим темам. Небесная канцелярия продолжает приносить аксюбинцам сюрпризы. Буквально в считанные часы температура воздуха на минувшей неделе сменилась с плюса на минус и к выходным столбики термометров опустились до отметки минус 25. Что ожидает жителей области в ближайшие дни, остается только гадать. В то же время местный филиал республиканского государственного предприятия КАЗ Гидромет пока не готов предоставлять достоверную информацию телезрителям РИКО ТВ. КАЗ Гидромет. На сайте КАЗ Гидромета обязались отремонтировать квартиру супружеской четы Куник, которые 10 лет жили в сгоревшей квартире. Сегодня в Акимате сообщили, что глава Актубе поручился оставить смету ремонта и определить подрядчика, который приведет жилище Куник в надлежащий вид. С утра в этой маленькой казенной комнатушке супруги Куник уже в который раз наводят порядок. Рыкия Латыповна не сидит без дела. То цветы польет, то постель заправит. Супруг Василий Яковлевич тем временем взаводится новыми знакомствами. Правда, муж и жена, отвыкшие за последние 10 лет от простого человеческого общения, никак не привыкнут к пристальному к ним вниманию. Истасковавшиеся по чистой и теплой постели, а также по милым беседам старики, тем не менее, по большей части молчат и лишь отвечают на вопросы. Ну как здесь вам? Нормально? Светло? Тепло? Хорошо. Не жалуемся. Чем занимаетесь целый день? Да есть, есть что убрать. Уберемся, сидим, разговариваем. Где есть что сказать по своему дистанции, а не в дотах скажем, смешим друг друга. О бедственном положении семьи Куник, которые 10 лет жили в сгоревшей квартире по улице Оренбургской, город, а вместе с ним и вся страна, заговорили пару недель назад. В пожаре, возникшем из-за неисправности буржуйки, в 2003-м сгорели не только вещи и личные документы Куник, но и единственный сын. И это при том, что незадолго до трагедии от сердечной недостаточности умерла их дочь. С тех пор старики потеряли смысл существования. Друг семьи помог бабушке выправить документы, а ее супругу восстановят удостоверение личности соответствующей структуры. В центре адаптации семья Куник живет уже неделю. За это время десятки горожан протянули руку помощи двум престарелым октябинцам. Вместе с тем, по поручению Акима города, в сгоревшей квартире Куник, уже проведено обследование. Как сообщили сегодня в городе Кемате, составляется смета ремонта и определяется подрядчик. Так что совсем скоро, заверили власти, Рыкияла Тыповна и Василий Яковлевич, которые все эти годы жили на пепелище и питались помойки, смогут вернуться в отремонтированную квартиру и зажить по-человечески. Акмарал Майкузов Александр Людиновсков, программа «Факт». Далее реклама, после мы продолжим рассказывать о событиях дня. Не переключайте. В эфире новости и продолжим. 25 января в Оренбурге прошел третий медиафорум «Оренбуржьи-2013». Организатором мероприятия выступило правительство Оренбургской области при поддержке ТНК, ВР и Газпрома. В этот раз медиафорум прошел под слоганом «Оренбуржьи, сердце Евразии». Главной темой обсуждения собравшихся на форум журналистов и представителей экспертного сообщества стали интеграционные процессы на евразийском пространстве. Наша телекомпания также была представлена на этом форуме. Вашему вниманию в виде отчета об этом мероприятии. Это уже третий медиафорум, который проводится в Оренбурге. И на этот раз его организаторы, а это правительство Оренбургской области, решило сконцентрировать внимание собравшихся на проблемах, на плюсах и минусах евразийской интеграции. И надо отметить, что у этой идеи появился неплохой сторонник в этом регионе. Газпром предоставил свою площадку для проведения медиафорума. Два предыдущих Оренбургских медиафорума проходили по так называемому отраслевому признаку. В этот раз организаторы решили предложить участникам более обширную и глобальную тему для обсуждения. Проблемы достижения интеграционных процессов на евразийском пространстве. Мы пытаемся консолидировать региональное медиасообщество, в том числе и для решения глобальных общегосударственных задач. Мы должны друг другу рассказать о том, как мы видим дальнейшее существование, в чем главный смысл евразийского сотрудничества, как мы можем использовать это на пользу каждому простому человеку. Потому что процессы-то неизбежные на самом деле. Мы хотим, мы этого не хотим, замечаем или не замечаем, но мы уже живем в интегрированном пространстве. Интеграционные процессы видны в приграничной Оренбургской области невооруженным глазом. Этот регион на стыке Европы и Азии всегда был многонациональным. Кстати, казахи здесь третья по численности часть населения. Больше здесь только русских и татар. Причем все сохраняют свои этнические корни и берегут традиции. Мы здесь издаем газеты, да. А что за газета у вас? Жанайкап. О чем? Как издается? С какой периодичностью? О чем издается? Ну, о жизни казахского народа, Оренбурга. Также есть ближайшие события, за неделю которые происходили. Все описывается в этой газете. Газета на двух языках, русская, на казахском. В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Евразийский медиамост» на пути реального сближения. Судя по прозвучавшим там выступлениям, наши соседи придают сближению евразийских стран большое значение и внимательно следят за происходящим в этой сфере. В том числе и в Казахстане. Сейчас некоторые, на мой взгляд, очень опасные и тревожные тенденции, которые в большей степени касаются или характерны предосредств массовой информации Казахстана, которые, мягко говоря, спекулируют тематику интеграции, говоря о том, что это возврат или реанимация СССР в какой-то иной форме. Это не выдерживает никакой критики. Ведь никто сейчас не говорит о том, что Евросоюз, который создавался в течение 50 лет и дошли уже до объединенной конституции, говорит о том, что это потеря независимости какого-то одного из государственных Европейского Союза. В рамках форума состоялось несколько мастер-классов, в которых обсуждалась главная тема форума «Интеграция на евразийском пространстве». Собравшиеся, а это более 500 представителей медиасообщества, могли пообщаться и на профессиональные темы. Обычно же научишься чему-нибудь и бегаешься. Люди, давайте сделаем классный информационный сайт. Я теперь много умею, многое могу, все хорошо. Я ходила по Москве, я ходила по Питеру, ходила по родному Барнаулу, ходила по близкому мне Новосибирскому, ходила по Красноярску. Знаете мне, что говорили? Значит, интернет у вас тут скоро выключат, поэтому это ерунда, чем ты занимаешься. Это не наш бизнес, поэтому мы занимаемся серьезным делом, мы газеты выпускаем. И, конечно же, была здесь и непременная составляющая подобных встреч – кулуарное общение, во время которого порой узнаешь больше интересного, чем из официальных докладов. В перерывах между мероприятиями участников развлекали представители многочисленных национально-культурных центров Нагоционального Оренбуржья. В общем, многие участники форума так или иначе прониклись мыслью, что не вправе оставаться в стороне от интеграционных процессов, которые запустили главы наших государств. И если не горячо их продвигать, то хотя бы объективно их освещать. И еще один любопытный момент. В рамках медиафорума прозвучало предложение начать процесс по признанию Оренбурга столицей Евразийского союза, которые, правда, пока существуют лишь в далеких замыслах современных политиков. Владимир Беляков, Александр Веденовсков, Оренбург. Чемпионат Казахстана по тынесу среди юношей и девушек до 16 лет. Стартовал сегодня в октябре. И хоть по масштабу и страстям он уступает мировым аналогам, его участники тоже ломают ракетки, а заработанные очки влияют на рейтинг игроков. Соревнования продлятся неделю. За звание лучшего поборются 80 казахстанских спортсменов. Нынешний чемпионат – первый в расписании казахстанских юниоров. Подобных соревнований до конца года будет еще несколько. И это не говоря об областных и международных. Принять участие в нем обязательно для каждого теннисиста, вошедшего в сборную той или иной области. По итогам формируется рейтинг теннисистов. Оттого нынешние соревнования получились столь представительными. На них съехались со всех областей. Итого 80 человек. У нас будут весной большие соревнования, конфедерация азиатских игр по теннису. Именно в этих соревнованиях лучшие спортсмены данных соревнований, чемпионы и призеры этих соревнований будут участвовать в тех соревнованиях. Самыми сильными на сегодня являются игроки Шимкента и Алматы, где с советских времен существовали теннисные школы. В последние годы к ним присоединяются Астана, Караганда и Актобе. Более того, сегодня тренеры и судьи отмечают огромный потенциал именно актюбинцев. Сами игроки тоже наслышаны о своих актюбинских соперниках и уже морально настраивают себя на встречи с ними. Необходима физическая подготовка, моральная, психологическая. Это очень важно. Поддержка тренера. Тем временем сегодня актюбинский теннисный центр, открытый пять лет назад, уже постоянно посещают порядка тысячи школьников. В теннис также играют во многих школах города. По словам руководства центра, интерес у актюбинцев к теннису большой, а завершившийся накануне австралийский чемпионат повлиял на то, что сегодня сюда направились новые желающие приобщиться к элитарному спорту. Есть из кого выбирать, отмечают в этой связи тренеры. У нас сейчас теннис в актюбинске поднимается в хорошем подъеме, дети занимаются очень активно, народу очень много, хотя даже далеко от города находится наш теннисный корт, но все равно посещаемся отлично, дети ходят с удовольствием, занимаются у нас. Отличный теннисный корт, все условия есть для занятия теннисом. Чемпионат продлится неделю. Желающие могут посмотреть на игру юниоров бесплатно и поболеть за будущих звезд мирового тенниса. А они верят в теннисном центре. Среди играющих точно есть. Акмарал Майкузова, Александр Людиновский, программа «Факт». На сегодня это все «Факты». С их электронной версией вы сможете ознакомиться на нашем интернет-сайте www.urik.tv.kz. Спасибо за внимание. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова